Эту тему мы поговорим с Игорем Яковенко, российским журналистом, социологом. Игорь Александрович, добрый день, приветствуем вас в эфире «Фридома». Здравствуйте, рад вас видеть. Итак, вот это вот все, защита от пробоя так называемого госчиновников, судей, силовиков. Что это, по вашему мнению, государство хочет плотно взяться за защиту своих слуг? Ну, задача заключается в том, чтобы эти люди были абсолютно анонимными. То есть государство должно стать абсолютно анонимным. То есть есть вот Путин наверху, а все остальное, вот все те люди, которые устраивают террор в отношении собственных граждан, кто совершает преступления в Украине, кто сейчас вот в настоящий момент подвергает дикому совершенно преследованию Навального. Ну и все вот это вот, все вот эти вот судьи, которые выносят беззаконные приговоры, прокуроры, которые этому содействуют, ну и так далее. Вот все вот это должно быть анонимным. То есть никто не должен увидеть их лиц, узнать их фамилии, узнать их семьи. Ну и кроме всего прочего, это, конечно же, препятствует чудовищным расследованиям по коррупции. То есть вот эти вот коррупционеры, они должны стать все анонимными и защищенными от расследований. Ну, на самом деле, это создает, конечно, еще и одну сферу коррупционную. Ну, это слив вот этих вот данных в сети. Они, конечно, все эти данные будут обязательно слиты, но, тем не менее, попытка, так сказать, вот каким-то образом все-таки уберечь, ну, чтобы они все были в масках, понимаете. Вот все вот эти вот люди, они должны надеть маски и должны быть скрыты от общественности. Ну, по крайней мере, таково намерение, таково желание, потому что открытость, гласность с этим людям крайне опасна. И, в общем, на самом деле, понятно, что от международного трибунала их это не убережет. Реестр, я бы так называла, не знаю, Игорь Александрович, согласитесь или нет, но фактически для избранных, да, тоже. Потому что, ну, это спецреестр для тех, кому есть сегодня что скрывать, судя по всему, и тех, кто замешанный и участвует фактически, да, может, не физически принимая участие на поле боя, но и финансируя, например, военные действия, войну России против Украины. То есть такой спецреестр для избранных и для тех, кто сегодня приближенный и к тому же Путину и так далее. Но, как вы считаете, пока что это, да, на уровне законопроекта. Ну, я, в принципе, не сомневаюсь в активной деятельности Госдумы, и то, что там, возможно, не в ближайший месяц, но осенью это будет реализовано. Но как это будет работать на практике, вот по вашему мнению? Тут же тоже может быть коррупционный момент. Вот есть какой-то чиновник, например, из какой-то там губернии, я так назову, который захотел бы, чтобы о нем данные, ну, были так, вот, все-таки где-то закрыты и так далее. Он обращается, например, к тем, кто в этом реестре и в этих спецслужбах работает, и просит их, давайте там всю информацию обо мне почистите, это же тоже, а я вам там какие-то финансирования сделаю. Как вы считаете, как это, ты к чему может привести создание такого спецрееста в ближайшем будущем? Ну, во-первых, я уже сказал, что, в принципе, база данных по этому реестру, она будет иметь определенную цену, она будет обязательно сливаться. То есть, на самом деле, коррупционное государство, которое пытается таким способом слить, в смысле, закрыть данные о коррупции, оно, в общем, может само стать жертвой, вот, так сказать, самого факта того, что оно является коррупционным. То есть, обязательно все эти данные будут слиты. С другой стороны, да, вы правы, действительно, цена вопроса попадания в этот реестр, она тоже будет, скорее всего, иметь определенную цену, возникнет рынок таких вот услуг, включения в этот реестр. Ну, и, наконец, последнее, самое забавное, что сам факт наличия такого человека в реестре будет означать, ну, просто стопроцентная гарантия, что этот человек является преступником. То есть, по сути дела, можно просто посмотреть, кто, по кому данные закрыты, и дальше уже просто смотреть. То есть, это, на самом деле, очень хороший путеводитель для, так сказать, международного уголовного суда. По этим людям точно надо проводить расследование. То есть, если человек скрывает свое лицо, если оно, так сказать, попадает в этот реестр, если он находится в такого рода электронной маске, то стопроцентно по нему можно проводить расследование, что этот человек преступник. То есть, на самом деле, они делают, ну, как всегда, в общем, хотели как лучше, получилось как всегда. Это все, что можно сказать о нашей Государственной Думе. Ну, вот, на самом деле, я специально углубился в этот вопрос. Рынок пробоя, так называемого, он в России настолько грандиозен, настолько затребован. И вот в этой связи мне вспоминается история о пилоте-бомбардировщика, который выпускал ракеты по территории Украины. И журналисты буквально на следующий день его нашли, связались и говорили с ним по телефону. Конечно, ответы были довольно циничные. Но я сейчас не об этом, а о заявлении Кирилла Буданова, главы разведки украинской, который сказал, что украинский МОСАД уже работает. Всех найдем, всех накажем. Так вот, в этой связи, как не скрывая, вы правильно заметили, что чем больше будет закрыт чей-то образ какого-то российского силовика, тем больше к нему будет интереса, тем явственней будет означать, что это именно тот, кто нужен украинскому МОСАДу. Как считаете? Ну, конечно, весь этот реестр фактически это наводка. То есть, на самом деле, депутаты Госдумы, которые принимают этот закон, и те, кто будут составлять этот реестр, это фактически наводчики для украинских спецслужб, это наводчики для Международного уголовного суда. Так что, ну, в общем, можно сказать спасибо им. Они облегчают работу и украинских спецслужб, которые разыскивают этих преступников, и Международного уголовного суда, которому не надо будет, так сказать, особого анализа. Можно просто проводить расследование по тем людям, которые попадают в этот реестр. Так что, ну, в общем, действительно, ну, что называется, пытались защитить этих преступников. На самом деле, они их просто высветили. Я думаю, что главное управление разведки Украины и служба безопасности Украины работает не только, используя, я думаю, даже в частности, не используя источники, открытые и неоткрытые со стороны Российской Федерации. Тут работают и разведки, с которыми у нас коммуникация очень серьезно сейчас развинута, и разведки других стран. Поэтому выявить того или иного, кто принимает участие в войне. Плюс еще есть организация, Игорь Александрович, вы знаете, Билингкет, Христо Грозев, который прекрасно работает по определенным направлениям. И колоссальная работа, да, как пример пилотный. Мы всегда будем вспоминать и историю, связанную с сбитием Боинга MH17, о том, как расследователи этой структуры Билингет показали, как Бук даже перевозился, и как было произведено тот же удар по Боингу. Ну, то есть работу на самом деле можно использовать расследовательскую, можно использовать и источники, и так далее. Я вот хотела продолжение нашей темы, продолжение того, что мы сегодня обсуждаем, вот такое решение. Да, вы правильно сказали, что Госдума может придумывать и в ближайшем будущем все, что угодно, и работать по тем, скажем так, по тому, что спускают из Кремля. Я у вас хочу спросить, но для вот... Я все равно хочу не забывать о российском обществе. Для российского общества то, что произойдет сокрытие такой информации, это, ну, как-то на них это влияет, как-то вызывает эти какие-то вопросы? Либо же, скажем, на фоне происходящего в самой Российской Федерации, когда репрессионная машина действует настолько серьезно и активно, эта тема, она останется как-то, ну, практически необсуждаемой? Вы знаете, вот вы сейчас сказали слова, которые в России не имеют репрезентации, то есть вот этот термин «российское общество», да, такого нет, вот этого не существует, есть население. Общество – это некое социальное явление, которое возникает в результате в результате наличия обратных связей, в результате наличия каких-то горизонтальных сетей, в результате наличия свободы слова, когда оно, это самое общество, это население, которое разговаривает с собой с помощью СМИ, которое каким-то образом рефлексирует. То есть вот это общество. А то, что у нас сегодня в России существует – это население. Я бы даже сказал грубее – популяция. То есть это атомизированные люди, оно атомизировано, это население, оно никаким образом не оказывает никакого воздействия на власть, и оно знает об этом. То есть люди в России знают, что они на власть никак не могут повлиять. Вот. А что мы можем? Мы ничего не можем. Выборов в России, в той стране, которая сейчас называется Россия, она на протяжении многих веков не было никогда. То есть начиная с Московского царства, императорская Россия, имперская Россия, Советский Союз, никогда не было такой ситуации, когда вот был один правитель, потом прошло какое-то мероприятие и стал на смену ему другой правитель с помощью выборов. Такого не было никогда, ни разу, во всей многовековой российской истории. Поэтому, так сказать, и вот люди не обращаются. Вот о том, что то, что мы сейчас говорим, это не является предметом обсуждений серьезных в домах, на кухнях, там ничего этого нет, понимаете? То есть, ну да, какое-то очень небольшое количество людей, ну, в том числе тех, кто слушает и смотрит канал Freedom, в том числе и в России, для них, может быть, это является каким-то предметом размышлений, возмущений и так далее. Основная масса населения про это даже не знает, потому что нет в России общества, есть население, атомизированные люди, которые никакого отношения, никакого воздействия на власть не имеют. Это вот, ну, просто исторический факт, надо это иметь в виду. Иметь в виду и принять это к сведению, и понимать, что, в принципе, в ближайшее время мало что может измениться в данном контексте. Игорь Александрович, вам огромное благодарное за участие в нашем эфире. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, был с нами на связи.